Играет музыка Скажем так, наша воля к победе и моральное отношение помогло нам занять это место И в принципе мы поборолись с корейцами И думаю, что если бы мы выиграли вторую игру Ну, если это, конечно, такое слово То в принципе у нас был бы неплохой моральный буст для третьей игры И там бы уже было бы видно Но в принципе я думаю, что корейцы подошли к этому турниру очень хорошо В плане, ну не знаю, у них именно стратегическая подготовленность очень хорошая Я думаю, что личный скилл у них может еще и хромает Не знаю, еще или вообще, потому что у них там были замены в составе Но в плане стратегии они очень интересные И в принципе есть что подчеркнуть от них Ну вот это первый международный турнир в этом году Присутствуют команды из Кореи, Китая, Европы А в Юго-Восточной Азии смог ли ты узнать для себя что-то новенькое Чего ты не видел в Европе, например, за последние пару месяцев Ну в принципе в плане Китая и Юго-Восточной Азии они чем-то похожи Они играют очень агрессивно Но при этом, мне кажется, у них хромает именно самая стратегическая составляющая Ну и в принципе те же ТПА, там у них только мидлейнер показал что-то такое стоящее А корейцы в этом плане, может они, не знаю, мне кажется, они не такие скилловые Но в плане вот стратегии они очень много интересного показывают То есть опять же, у них в плане скилла и только чем-то отличался Инсек И раньше, и сейчас он творит вещи, которые другие не делают А не застала ли их игра вас врасплох, так как в последнее время там тот же Инсек И, ну, эта команда в целом играли, ну, не так хорошо, как они это делали в прошлом году Ну вообще, я думаю, они там игры у Гэна были почти сразу после смены состава А у нас игры, наверное, через неделю Ну и в принципе, я думаю, то, что они проиграли довольно-таки слабым командам на ОГН Заставило их задуматься, и они очень много времени и сил приложили к тренировкам и подготовке к ЕМ Я думаю, это им очень помогло, и в принципе, я думаю, на ОГН они тоже могут выступить и даже выйти из группы Хотя сейчас у них все не так хорошо А на этом турнире вы встречались дважды с вашим очень-таки принципиальным соперником ТПА До этого вы смогли их обыграть лишь единожды в самой первой вашей игре на финалах второго сезона Но потом вы проиграли на IPL 5, проиграли здесь первую игру, но потом смогли все-таки прервать эту проигрышную серию Какие у тебя мысли вообще были, когда ты узнал, что ТПА будет вашим первым соперником на этом турнире? Ну, конечно, именно прикольно выиграть само имя, но так как там только один игрок из предыдущего состава, это уже не то И в принципе, они уже развалились, и поэтому, как бы, не знаю Было бы интереснее, как бы, отомстить к самой команде, которая была, но так как мы не отомстили, и они уже развалились Ну, в принципе, ладно, мы повлияли на их развал, и благодаря тому, что они нас выиграли, у них потом, это, они начали, распались Ну, вот, эта первая игра выдалась очень тяжелой, в частности, для тебя Что бы ты вообще мог рассказать о пике Картуса? Какая у вас идея была на ту игру? Ну, в принципе, пик Картуса является сильным пиком, в плане того, что если он может, как бы, дожить до шестого уровня И дальше ты, как бы, уходишь, фармишь лес, там, выходишь на линию, когда запушивает Ну, этот парень показал то, что он, ну, достаточно скилловый, он, как бы, получая небольшое преимущество на линии, он заходил за крипов Ну, и, в принципе, впоследствии, уже проведя некоторый ресерч, поговорить с людьми, я узнал, что он практически чуть ли не единственный, кто у них играет хорошо В команде, и что он может делать один в С9, поэтому в следующий раз мы решили просто пикнуть линию, чтобы я был намного сильнее его И, в принципе, как бы, упустить все баны в него, ну, что мы и сделали А я заметил, что в последнее время вы начали немного иначе подходить к тимфайтам В частности, если вспомнить первую игру против ТПА, вы начали их обходить со всех сторон Было ли это, ну, каким-то, не знаю, попыткой перевернуть игру хоть каким-то образом Или это сознательный выбор, над которым вы сейчас работаете? Ну, в принципе, многие команды сейчас работают в эту сторону Но, опять же, если взять там Нипов, то у них Зоро Зеро почти всегда заходит сзади И в этом, как бы, есть суть именно текущей меты, что топлайнер, типа, все время сплитпушит, сплитпушит Чтобы потом иметь возможность зайти сзади и все время, как бы, ну, создавать прессинг на карте Ну, опять же, если взять именно эту стратегию, то можно посмотреть, опять, чуть ли не финал второго сезона Где я играл на Эвелине и практически всегда я заходил врагам в спину То есть это не является чем-то новым И, в принципе, особенно, когда ты проигрываешь, это одна, чуть ли не единственная стратегия Потому что, по сути, ты не можешь убить фронтлайн врага И тебе нужно, как бы, вырезать бэклайн как можно быстрее Чтобы потом уже разбираться с каким-нибудь нафиженным ренектоном Который чуть ли не один твоих всех пятерых убивает Ладно, давай тогда немного поговорим уже о будущем Все-таки для вас этот турнир подошел к концу Новинкой в этом сезоне является формат All-Stars Который, по сути, не All-Stars Поедет по одной команде с каждого региона И тем самым, мне кажется, риоты пытаются решить проблему Которые говорят про игроки, что, ну, как бы, весенний сезон Кому он вообще нужен, главное не вылететь Как думаешь, это вообще оправданный шаг? Ну, опять же, если брать именно, кому весенний сезон, кому он нужен Окей, первая команда едет, как бы, на этот All-Stars Но, в принципе, кому это надо? То есть, опять же, ну, как бы, весело это титул и так далее Первое место, оно, в принципе, хорошо Но большая часть команд, как бы, даже не борются за первое место Им важно топ-6 А те, кто борются за первое место, они хотя бы более-менее все равно играют То есть, там, если посмотреть, те же СК, они очень сильно подняли в уровне И, в принципе, видно, они борются А некоторые, ну, опять же, борьба за первое место все равно будет уже в плей-офф И Spring Split имеется, я думаю, больше в виду то, что Ну, и сама система ЛКС, что в течение сезона это меньше значит, чем на плей-офф И, в принципе, тебе нужно остаться только в первых шести местах Где ты дальше будешь играть в плей-офф Я думаю, что это... Ну, там, конечно, есть небольшое преимущество первых двух мест Но было бы интереснее, если бы, не знаю, система была как-то более уравновешена Что-ли, допустим, топ-4 команды Тогда бы гораздо больше было пота и слез и так далее Ну, если уж поговорить о самом All-Stars Уже известно наверняка, что от Кореи поедут СКТ Допустим, я знаю, что ты хотел сыграть с Фейкером Будешь ли ты добиваться этой цели? Ну, я думаю, что мы в любом случае будем стремиться к первому месту Потому что я не вижу смысла стремиться к чему-либо другому Ну, и, соответственно, если у нас получится, то получится поиграть со всеми И с Фейкером, и с Америкой Я думаю, это будет ТСМ, там будет Бергсон Соответственно, на Мидлейне будет очень хороший экшен, будет очень интересно В последнее время на американской сцене появляется очень много Не только игроков в зарубежных, но и команд Это LMQ, это Бергсон, это Декстер Что ты вообще думаешь о данной тенденции? Ну, я думаю, что это тенденция в направлении именно денежном В плане других команд То есть я не думаю, что им в Китае платят много А зато я знаю, что в Китае чуть ли не за 100 долларов готовы убить Соответственно, команды типа LMQ, они приезжают в Америку Где заведомо платят больше денег Соответственно, они могут помочь своим семьям и так далее И игроки, которые являются, ну, допустим, даже топ-4 Китая Они могут вполне ворваться в топ Америки И благодаря этому найти спонсоров и зарабатывать неплохие деньги Ну, и, соответственно, то же самое Европа То есть, ну, допустим, у тех же там Снупе и так далее Это развитие рынка У Декстера и Бергсона это, ну, хорошее предложение Очень выгодное в плане того, что это очень, как бы Большой коллектив, большая команда И, соответственно, и там, ну, у некоторых есть просто мечта жить в Америке Некоторые будут получать неплохие деньги Ну, и даже если брать со стороны просто просмотры стримов Можно увидеть, что у Бергсона там было чуть 5 тысяч зрителей Там осталось 55 Я помню, недавно в своем интервью порталу Invent Даймонд сказал, что при возможности он бы с удовольствием поиграл бы в OGN Разделяешь ли ты с одним это желание? Ну, да, пожалуй, это единственное желание Я бы хотел жить в Америке, но при этом играть OGN Я думаю, это было бы наиболее правильно сказано Мне очень нравится, как бы, не знаю, климат в Америке И все, что там, как бы, более-менее происходит Тот же, но, ну, когда мы туда приезжали Ну, и вообще, как там организовано ЛКС И все для игроков, оно на более высоком уровне, чем в Европе Но OGN был бы очень интересен в плане скилла В плане стратегий, в плане развития Ну, и все, я думаю, что это может дать большой буст к твоей игре И большую мотивацию, когда, например, ты приедешь И начнешь, так сказать, очень много проигрывать И ты поймешь, что ты делаешь что-то не так И очень быстро тебе придется меняться И благодаря этим изменениям ты можешь поднять свой уровень очень высоко Ну, вот, в последнее время Многие американские, европейские команды Начинают следовать за корейцами То есть они нанимают тренеров, аналитиков Начинают там регулярно заниматься спортом Для поддержания, я там, не знаю Как физической, так и морального состояния Что ты вообще думаешь об этом? Хотите ли вы применить такую же практику? Ну, я думаю, это то, к чему все придут впоследствии То есть, как бы, это то, к чему все идут И это хорошая практика И я думаю, что мы тоже будем ее применять Просто всему требуется время И, как бы, ну, грубо говоря, невозможно там за неделю найти тренера Заняться спортом и найти менеджера И начать всех выигрывать Это требует там месяца Там, не знаю, чуть ли у ЦЛГ это заняло чуть ли не целый год До того, как даже с приходом Монте-Кристо они начали выигрывать Соответственно, я думаю, что это, как бы, очень хорошее начинание Потому что чем меньше ты времени тратишь сам на размышления И тем больше времени у тебя есть на саму игру На поднятие механического скилла Ну и иногда хорошо, когда есть человек, который может просто взглянуть со стороны Потому что даже когда я играл в шахматы Иногда было полезно просто встать и посмотреть на ситуацию со стороны И ты уже мог увидеть того, чего ты не видел, как сидя за доской Ну, если уж поговорить конкретно о вашей команде То, если у вас появится аналитик или, там, не знаю, тренер Какую функцию он именно должен выполнять? Должен ли он следить за вашими соперниками? Должен ли он, там, не знаю, узнавать новинки там на других сценах? Или же, там, не знаю, работать над вашим личным скиллом? Ну, я думаю, что чем больше он будет делать, тем будет лучше Ну, в первую очередь, я думаю, стоит следить за соперниками И прикидывать то, что они будут делать Это очень важно, и это может помочь Ну, второе, что очень важно, это, я думаю, пик-бан фаза Потому что иногда мы страдаем откровенной фигнёй И только вот на таких турнирах мы собираемся И, ну, как бы, ну, не делаем таких откровенных ошибок на банах и пиках Только там, ну, не знаю, вот, допустим, против ТПА, там, пик Артуса Который являлся просто недооценкой соперника, я думаю Ну, или переоценкой собственных сил Что является, в принципе, одним и тем же Ну, вот, а так Как бы, ну, и, не знаю Грубо говоря, он должен показать наши проблемные места Допустим, практически любая проблема Её можно избежать, чисто, как бы, ну Уйдя от неё И, допустим, наоборот, можно увидеть то, в чём мы сильны И благодаря этому, как бы, он покажет, в чём мы сильны И в этом направлении можно ещё больше усилиться Я думаю, что есть много вещей, которые он может сделать И в зависимости от того, что это за человек и что у него получается лучше Опять же, тот же тренер, он может быть, ну, более специализирован в чём-либо Но благодаря этому, как бы, он может помочь Я думаю, что, ну, невозможно найти универсального человека Который будет тебе помогать во всём Но, грубо говоря, чем больше он тебе поможет, тем лучше Ну, в конце концов, тот же Монте-Кристо, который работает тренером Монцелга Он сам говорит, что он даже не умеет играть Но его знания помогают ему заниматься Именно стратегической составляющей Ну, хорошо Вы закончили этот турнир Какие у вас вообще ближайшие планы? Ну, ближайшие планы это почти сразу после турнира У нас там остаётся несколько дней на тренировке Мы едем на ЛКС Надо будет подготовиться к командам, с которыми мы играем Потом у нас, получается, ну, между двумя неделями небольшой перерыв И там All-Star Ну, и после... Ой, фу, All-Star, Super Week И после Super Week Мы сядем и будем усердно тренироваться перед плей-оффом Потому что мы хотим занять первое место Ну, я надеюсь, что у вас это получится Спасибо тебе за это интервью Спасибо за то, что вы посмотрели С вами был Алексей Читовкин Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!